Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. По какому поводу мы сегодня собрались? Что будем обсуждать? Чем будем размышлять? Люди, наверное, скажут, что я уже обнаглел. Они меня видят постоянно, каждый день. Надо пореже встречаться. Но планировали и планируем мы сегодня поговорить о зимних праздниках. О большом количестве праздников, которые сейчас идут, в эти дни наступят. Они посвящены памяти наших предков. Про отцев. Про отцов, как неправильное ударение. Но, по сути, именно почитание наших предков. Их большое количество идет, вот в эти дни. Интересно узнать, почему именно так происходит. Благодарю. Ну что ж, давай посмотрим тогда. Вот я перед собой сейчас открою справочник, чтобы более точно говорить. По одному из славянских календарей, где-то примерно с 30-31 декабря, в разные лета по-разному, Ну, примерно с 30-31 декабря начинаются дни памяти право отцев. Потом праздник Родогощ. Это примерно 8-9 или 7-8 января. И подходит все к дню, зимнему дню бога Перуна. Это вот в этом лете, насколько я понимаю, 12 января. Это по одному из древних жреческих календарей. Существуют еще календари разные, которые славянские и светские и так далее. Но нас будут интересовать все-таки те, которые ближе к славянской тематике. Вот, например, в едином календаре Родноверов присутствует 31 декабря. Это щедрый вечер, встреча Нового года. Потом дальше 1 января Новый год, девятый день после Каледы. И потом водосвитие, водосвятие Ярдана Турицы Зимни. 12 день зимних святых, их окончание. То есть, по всем канонным правилам, это как раз 12 день после Каледы. И потом 14 вещая седмица, день волхвов. Духовные проводники по просьбе людей смотрят на то, что на роду написано. Вот, можно посмотреть, насколько, к примеру, это совпадает. Первое, шестое и четырнадцатое. И мы видим, что, во-первых, первое здесь Нового года никакого в древнем календаре нету. Но, поскольку Новый год появился совсем-совсем не так давно, все мы помним указ Петра, которого называют Великим, о том, чтобы вот 1 января встречать Новый год. Поздравлять всех с Новым годом. Поэтому я не считаю, что этот праздник является все-таки славянским. Но раз он присутствует, то, значит, каким-то образом его будут люди отмечать. Итак, девятый день Каледы. Мы здесь видим цифра 9. Вот почему именно цифра 9 присутствует после Каледы. Всем известно, что 9-дневная неделя в жреческом календаре используется не в современных календарях, 7-дневная неделя, где она нам более всем привычная, а и 9-дневная, про которую очень много идет споров. Но так или иначе, и 9, и 40 дней применяются и употребляются в разных ритуалах, а причем разных народах. В том числе и в церковных ритуалах это все применяется. И поминки 9 дней и 40 дней также применяются и после рождения младенца 9 и 40 дней присутствуют. В общем-то, вот эта 9-дневная неделя, так или иначе, она существует. А раз она существует, значит, дыма без огня не бывает, значит, когда-то все-таки некий жреческий календарь с 9 и 40 днями существовал и был. Поэтому он, скорее всего, уже не столь актуален, как, например, календарь более обновленный, который превратился в календарь с 7-дневной неделей. Или, как некоторые говорят, привнесенный 7-дневный цикл. Он менее актуален, потому что сейчас уже все под него подстроились, уже там в головах всех. В 7-дневной неделе 30 дней в месяц. Но все-таки, раз он был, значит, он был. Напоминаю. Так вот, 9 дней после календаря. В этот же день мы видим, что уже идут неделя памяти праотцев. И потом есть родогощ. Это у нас 8 января. 8 января мы здесь не видим ничего. Мы видим 6-го водосвятия. Но известно, что на 12-й день после календаря, да, вода приобретает определенные интересные качества. И это держится несколько дней. Вот как раз на так называемое православное крещение. Люди, очень многие ходят купаться. А до того, как христианство было примесено на Русь, на русские земли, то в этом случае ходили купаться уже после январских... Начало января, где-то там вот начиная от 4-й, 5-й, 6-й день. Как раз 6-й день – это водосвятие, или водокрес еще называют. Когда кресало небесное, сворожье, высекается из него искра, то есть из камня алтаря. Когда сворог бьет по нему своим молотом, высекаются искры, и они соединяются с разными стихиями, в том числе с водой. Поэтому водокрес. Вот. Ну и 14-я вещь Седемица. Мы видим, что примерно вот в эти дни, где-то 12-й, 13-й, 14-й, там День Бога Перуна. Про родноверческий календарь здесь все понятно. В общем-то, все красиво и замечательно. Я думаю, что эти дни можно отмечать и нужно отмечать, потому что они очень хорошо людей соединяют с нашими предками, воспоминания предков, взаимодействия со стихиями, взаимодействия с богами. Поэтому нисколько он не противоречит, например, моему мировоззрению. И если по этому календарю что-то будет отмечаться, ничего плохого там не будет, а будет, наоборот, хорошее. Правильно отмечать, естественно, а не просто так сидеть на диванчике и заливать себя какой-то дрянью или пойлом. Ну, в общем-то, большинство родноверов и староверов этим не злоупотребляют, этим вообще не пользуются. Поэтому я так просто на всякий случай это упоминаю. Давайте сейчас коснемся того, что менее известно, например, Дни памяти проводцев. Вот целая неделя Дни памяти проводцев, которые здесь присутствуют. И заканчивается Родогощ, потом еще несколько Дней памяти проводцев. По одной из легенд, по одному из преданий, эти Дни памяти проводцев связаны с тем, что как раз вот примерно в это время происходили определенные события, в которых участвовала Перун и его дружина, которые освободили землю от нечисти. Вернее так, они опустились в пекельный мир и вызвали из него наших предков, которых туда, в тот пекельный мир, поместили всякие мерзавцы для того, проводить эксперименты, для того, чтобы превращать их в рабов, ну и делать всякую-всякую прочую дрянь. И там, естественно, был наведен порядок, выпущены были наши предки оттуда, и наступили Дни радости. Кто-то говорит, что это как раз День перемен, он и связан с походом Перуна и его дружины в те самые места. Несколько версий я видел, но придерживаться будем такой усредненной версии. То есть Перун опустился, навел там порядок, завалил горами кавказскими вход в иномире, но вместе с предками выскочили якобы вот эти вот нежити всякие и нелюди, которые над нашими предками издевались. И они присутствуют как раз на Калядной неделе, на Калиде и до Каляды в виде тех, кто одевается во всякие вот такие вот маски с вывернутыми шубами, например, или чем-то еще наизнанку, когда изображают всякую нечисть. В разных традициях эта нечисть называется по-разному. Кто-то говорит, что якобы это облики наших предков. Кто-то говорит, но это вот какие-то непонятные существа просто для того, чтобы было забавно. Кто-то говорит, да нет, это все вот Перун уходил рук дело, потому что он выпустил оттуда этих вот мерзавцев, и они участвуют в Калядках. Ну, так или иначе, кто-то веселится, кто-то вспоминает кого-то, кто-то какие-то версии придумывает. Мы сейчас об этом не говорим. Важно, что эти персонажи есть. И это указывает на то, что в древней вот этой легенде, в этом предании все-таки какая-то истина присутствует. Еще раз говорю, дыма без огня не бывает. И дальше начинаются дни памяти пароводцев. Это когда вспоминают тех, кто не вернулся из пекельного мира, кто там погиб. Вместе с ними вспоминают тех, кто достиг каких-то значимых высот в этом мире, кто сумел подняться очень-очень высоко, прославить свои рода. Те, которые были основоположниками каких-то известных семей и родов. Те, которые что-то сделали для всего мира, очень важно, очень полезно. Вот эти вот дни как раз вспоминают предков. Потом родогощи, это когда угощают предков, вспоминают опять их. Это вот такой уже, ну, может быть, завершающий, объединяющий момент во всей этой неделе, когда ставится на стол угощение для предков, ставятся приборы и все вместе сидят и вспоминают, рассказывают друг другу предания, рассказывают о своих родах, о своих предках, то есть делятся какими-то знаниями. И вот когда заканчиваются дни упоминания предков, проводцев, то в этом случае тогда наступает день Бога Перуна, зимний день Бога Перуна. Это 12 января. Ну, может, там 11, 12, 13, в зависимости, какое лето идет. И вот тут очень интересный такой момент есть. Летом обычно ходят по углям, а зимой обычно ходят босиком по снегу. Несколько раз я ходил по снегу, по так называемому пути Перуна. Очень интересное ощущение. Когда идешь, то даже трудно это описать. Многие люди не могут даже нескольких шагов вступить, просто обжигая до такой степени холод и снег, что они выскакивают, прыгивают в валенки и убегают от дома. И надо пройти по всем правилам, канонам где-нибудь 16 кругов. Кто-то говорит, достаточно 9, кто-то говорит 16. Вот я стараюсь проходить всегда 16, хотя вот мне говорили, ну зачем 9, вот 9 нормально проходи. Как выглядит путь Перуна в путь? Это крест. Дальше загнутые концы у креста. После этого концы соединяются между собой вот такими дугами. И получается, вот в эту сторону обычно загибают. И получается, что в точке нижней вход, она, как правило, по многим преданиям все сводится к тому, что она с востока идет. И идешь, значит, вступил и пошел по этому кресту. Так, прошел сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда, сюда. Вот и такое, получается, восьмерка. И надо 9 раз или больше по ней пройти, по этой восьмерке. Это изображает хождение Перуна с его дружиной по этому пути и когда он саму вот эту нечисть разгонял. И якобы, вот когда вы проходите по этому пути, вы присоединяетесь к этой дружине, в вас дух Перунов усиливается и, в общем-то, все хорошо, замечательно. Я наблюдал некоторые свои внутренние ощущения. Не хочу ими делиться, потому что это внутренние ощущения, но на самом деле очень они интересны и я рекомендую всем этот путь проделать. Даже если вы не особо верите в эти дела, ну, чтобы просто проверить свой дух. Но когда вы идете не просто как для здоровья, а еще и какие-то мысли у вас правильные, к примеру, какое-то славление читаете или какую-то мантру читаете, или обращаетесь к каким-то богам и предкам, или обращаетесь к чему-то светлому, то путь по-другому проходится и совершенно другие ощущения. Просто вот попробуйте, сравните. Но вот есть люди, которые просто моржуют, в прорубь они ныряют, это для здоровья, это хорошо. А когда это происходит в какие-то святые дни, и человек не просто моржует, а он с каким-то посылом упускается, то все происходит совершенно по-другому. Все происходит намного интереснее и намного полезнее не только с точки зрения физического тела, но еще и многих других телес, о которых известно было всегда нашим предкам. Вот это то, что касается кульминации зимних праздников, когда все сводится от Каледы к дню Бога Перу на зимнему, вот это вся череда праздников, где и родновельческие календари здесь же указываются и определенные даты празднуются, и то, что называется жреческим календарем, тоже сюда хорошо вписывается. Поэтому, если выстроить вот эту цепочку взаимосвязь, то будет все достаточно интересно. Теперь по поводу самой Каледы. Хотя Каледа уже прошла, но все-таки калядные недели и 12 дней, а кто-то и 16 дней, они продолжаются. Поэтому надо пару слов нам сказать про саму Каледу. Я уже упомянул о том, что присутствуют ряженые, причем ряженые есть в виде, например, козы или медведя, или козы и медведя, а есть ряженые, вот те, что называют в хоре одетые, где длинные носы могут быть, рога, страшные морды и так далее. Кто-то еще раз говорил, что кто-то говорит, это якобы такое наподобие что-то Хэллоуина происходит, и эти страшные ряхи отпугивают нечисть. Ну, может быть, какая-то нечисть испугается, увидев якобы себя в зеркале. Кто-то скажет, да там уже нечисть есть, ну, что нам туда ходить, там уже все и так хорошо. Может быть, версия интересная. Кто-то говорит, что это просто символ нечисти, чтобы они не забывали. Кто-то говорит, что это духи предков, которые невидимы, но вопрос, почему тогда они страшные, почему с рогами, почему с такими страшными носами. Ну, я вот не знаю, чтобы у кого-то из расы предки были вот таком страшным проявлением. Как-то это все-таки некрасии относится. А еще есть интересная версия, которую мало кто знает, и сейчас я ее озвучу, как вообще вот эти вот ряженые появились изначально, еще раз говорю, по одной из версий, по очень-очень древней. Те самые ряженые, которые изображают нечисть, они изображают представителей пекельного мира. А вот те, которые идут, несут огонь на шесте, это может быть колесо, это может быть в закрытом пространстве свеча или лампа, это дружина Перуна. Там, как правило, и девушки, и парни молодые, незамужние, неженатые. Там же есть символ коляды, это, как правило, молодой мальчик совсем, который впереди всей процессии идет. И там же есть обязательно ряженый в медведя или козу, а может быть и в козу и в медведя. Так вот, естественно, что изначально и те, которые изображают темных, и те, которые изображают светлых, они все находятся в одной команде. Там происходит деление, кто что будет изображать. Поделились эти темненьких, эти светленьких. Эти пекельный мир, это дружина Перуна. Сначала на двор запускаются темненькие. Они начинают там устраивать бедлам, ломиться в двери, пытаются залезть в дом, пытаются что-то там сделать нехорошее. Естественно, что от них хозяева пытаются откупиться. В принципе, как это им в предании сказано, о том, что когда встретили своих родичей, то ими были очень рады, устраивали перы, а нечисть, оставшаяся без предводителей, она ходила и побиралась. Она приходила на такие перы и просила их угостить. Их угощали и с глаз долой выпровождали. Так вот, это как раз ребята ряженые, они изображают такую нечисть, которая ходит по дворам и пытается залезть в дома, чтобы согреться, чтобы поесть, прокормиться. От них откупаются. Но в том случае, если кто-то посчитает, что мало дали, они начинают какие-то угрозы давать, что дали мало, мы сейчас у вас корову заберем, овечку заберем, дом ваш спалим или там проклятие на него нанесем. Да мало ли что. И вот тогда уже хозяева начинали звать дружину Перуна. Но звать ее долго не приходилось, потому что эти дружинники стояли рядом. И на двор входил Коляда, маленький мальчик, потому что в этот же день Коляда, день рождения Коляды, он же олицетворении был на рождающегося солнышка. За ним шла коза-медведь, за ним шел тот, кто нес вот этот самый в огонь, факел, колесо, свечу или лампу на шесте и шли дружинники. Начинались переговоры. Что случилось? Все говорят, да вот бесчинствуют, пришли тут какие-то черные, лезут к нам, мешают жить. И дружина Перуна быстро обнажала свои мечи или палки, ну в зависимости какие условия игры были. И этих мерзавцев прогоняли со двора. Естественно, это все происходило весело, шумно, со всякими там скоморошинами. Когда я со двора прогоняли, они, недолго думая, шли к соседнему двору, который был уже обозначен по схеме движения и начинали там бесчинствовать. А вот те, которые изображали дружину Перуна, славили Перуна, славили Калиду, говорили какие-то добрые слова тем, кто живет в этом доме, то есть Калидовали уже, то, что называется Калидовали. И там было действие с Козой, которая могла умереть, очень комично она умирала, потом было воскрешение через различные инстанции, там доктора приглашали, волхва приглашали, еще кого-то, разбрасывались зерна как символ хорошего достатка урожая. Калидовщики могли какие-то небольшие подарки от себя преподносить. Это были совершенно скромные подарки какие-то, что-то сделано руками детей, к примеру, хозяевам. Хозяева с радостью дарили что-то взамен, может быть, съестное, может быть, какие-то подарки, потом стали деньги дарить. Я не обсуждаю, хорошо это или плохо, просто рассказываю, как это все было. И вот это сейчас счастливая процессия, получив дары, пославив богов, пославив предков, пославив этот род этих хозяев, одарив их, то, что у них было, и получив подарки с поклонами, с радостными песнями, уходил со двора. Естественно, что когда они уходили, они были готовы уже вступиться за следующих хозяев, которых предыдущая вот эта вот темная орава уже достала. И, естественно, они приходили в следующий дом, и все то же самое повторялось. Прогоняли черноту, дарили свет, дарили какие-то небольшие поделки детские. Это могли быть куколки, это могли быть лоскутные, соломенные, какие-то вырезанные с чего-то, неважно. И взамен тоже получали что-то после того, как одаривали хозяев песнями, здравницами, разбрасывали зерно, пожеланий и так далее. И вот пока все дома не обойдет эта процессия, тогда они и, в общем-то, после этого только заканчивались все эти калятки. Потом ребята, девчата шли в какую-либо хату, как правило, это была хата или общинный дом, или это была хата съемная у какой-нибудь бабушки, с которой они делились подарками. И там они вот веселились, танцевали, песни пели, уже снимали с себя вот эти вот охари, снимали с себя всю чернуху и превращались в обычных людей, веселились, пели песни, делили на калядованное и уже под утро расходились под своим домом отсыпаться. А вечером они могли продолжить, например, в соседнюю деревню пойти. Или, если еще не все дома обошли, то продолжить в этой деревне. Вот такая интересная ситуация. То есть, мы сейчас на каляду и на калядке видим или одних, которые идут или с вифлеемской звездой, которая появилась после христианизации, или с факелом, или с колесом, или с чем-то еще, где коза может быть и медведь. Или мы видим, что у них же есть ряженые прямо в их группе. Или мы видим, только отдельно ряженые бегают, которые всем мешают жить, от которых откупаются. А вот такого действия, где восстанавливается символически восстанавливается освобождение предков от нечисти и разгон нечисти, как правило, я пока не встречал. Это настолько редко, вот этот спектакль, что о нем, как правило, и, в общем-то, упоминаний нет. Как правило, упоминают только или вот эти черненькие бегают в харях, либо это вот бегают по домам ребятишки, или ходит какая-то компания, которая поет калядки, а у цельного спектакля пока нет. Я надеюсь, что он восстановится и будет таким же естественным, как и то, что сейчас, например, в некоторых селах еще сохранилось по поводу простых калядок. Так что зимний день бога Перуна это как раз завершающая такая точка в днях калядования. Поэтому зимний день Перуна, он по одному из календарей начался у нас 23-24, да, по родновельческому календарю он, как мы видим, тоже начинается 24-го числа, потом почитание Великой Матери Лады, здесь все совпадает, и заканчивается он только к 12-13 января. вот такой длинный цикл калядования, посвященный на рождению нового солнца, Хорса или Хорста, или каляды, и Перуна и памяти праотцев, вот он не один день и не 12 дней, он очень длинный. Причем об этом есть упоминание у многих священников, которые описывали славянские праздники. Если кто не знает, есть упоминание о том, что вот эти поганые язычники, как называли их христианские писатели, празднуют свои поганые праздники бесовские вот с такого-то дня по такой, и там не то чтобы одна неделя, там две, а то и три недели идет празднование. И получается, что главные праздники по солнцу, зимние, летние, весенние, осенние, они проводятся вот с такой еще загогулиной, где начало праздника и окончание праздника. Начало праздника и окончание праздника. Ну, понятно, да, вот крест и вот отсюда. Начало вот здесь, окончание здесь. То же самое с Каледой мы можем видеть, то же самое и с Днем Бога Купала мы можем видеть. Когда, к примеру, начинается все на летнее солнцестояние, а заканчивается Днем Бога Купала. То же самое здесь мы видим. Начинается с Рождества Хорса, с Рождества Каляды, а заканчивается Зимним днем Бога Перуна. И эти все дни это Купальские дни, и эти все дни это Калядочные дни. То же самое, и почему Широкомасленность, которая сейчас называется, или Красногор, это все цикл праздников, которые перетекали один в другой, почитание предков, почитание солнышка, и ни один день, ни одну неделю, а несколько дней, несколько недель, все это продолжалось. То же самое и осенью. Праздник урожая и почитание предков тоже осенью присутствует, и тоже ни один день, ни одну неделю, а он растягивается. Так что вот этот символ с такими загнутыми концами по кругу, крест и загнутые, когда по кругу идут концы, это значение и движение солнца, это и значение проведения праздников по нашему древнему солнечному Калядыдару, по жреческому Календарю или по народному Календарю. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел основное сказать. Если у тебя есть какие-то уточнения, дополнения, пожалуйста, озвучивай. Благодарю, Алексей, благодарю богам наших, светлым предкам, нашим славным, и тебе за подробное пояснение. Хорошо. Благодарю за то, что ты поднял эту тему. Естественно, надо понимать, что даже праздники древнего плана, не то, что какие-то уже упрощенные, они также имеют какие-то в себе упрощения по сравнению с тем, что было совсем-совсем в изначалье. Как-нибудь, может, поговорим о том, что было в изначале, и как же там все это отмечалось и праздновалось. Ну, а сейчас, в общем-то, я прощаюсь с вами. Желаю вам всем добра. Благодарю, Михаил, еще раз, за то, что поднимаешь интересные и важные темы. Благодарю всех тех, кто пишет нам письма, рассказывает о своих каких-то наблюдениях, делится своими мыслями. Так и поступайте дальше, потому что благодаря вам существует радио, потому что благодаря вашим писаниям мы рассматриваем наши темы, которые нужно знать каждому из нас. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова